Привет, друзья! Сегодня вторая встреча фотографов в студии Плафон. И снова по инициативе фотографа Димы Мельникова. В этот раз он будет рассказывать про стоковую фотографию. Я стоковой фотографией никогда не занимался, рассматривал это дело, но никак не возьмусь, потому что очень много и так текущей работы. Но вообще стоковая фотография по мне так это такая для спокойных сидячих людей. Стоковая фотография требует постоянной работы, постоянно держать в голове, что нужно сделать и выложить фотографии для стоков, их оптимизировать по поиску, еще что-то, еще что-то. В общем, примерно я представляю себе, что это такое, но точно сегодня, надеюсь, Дима расскажет. Сейчас, возможно, когда-нибудь, через много-много лет, когда не смогу бегать, много фотографировать и займусь стоковой фотографией, если это еще на тот момент будет актуально. Все меняется и когда-то стоковой фотографии было не так много и говорят, что продажи были хорошие. Сейчас стоки завалены и фотографиями, и видео, и там уже конкурировать очень сложно. Но, наверное, можно, раз кто-то еще этим занимается и занимается ежедневно, сегодня послушаем. Может быть, у Димы еще возьмем интервью небольшое. Здрасте! Привет! Привет! Как вас мало? Привет! Андрей? Привет! Привет! Привет, конечно же! Привет! Волги! Сколько я на YouTube у тебя подписчиков? Смотри, Андрей, я сейчас специально для тебя делаю букву А. Скоро, у меня тоже канал. Да? Ну, полгет. Ух ты! Это Андрей пришел, и буква А у нас. Ух ты! Спасибо большое! А можешь мой логотип нарисовать? Блин! Я думаю, ты зря такое попросил. Помнишь, там большая Андрея и маленький Мисайфуддина фотограф? Да, это да. Расскажи, о чем сегодня будешь... Привет! Да, мы сегодня будем разговаривать про стоковую фотографию, про базовую лекцию. У нас будет самая начальная для тех, кто вообще не в теме, и немножко для тех, кто уже в теме. Я думаю, будет очень интересно. Как сейчас еще возможно в стоковой фотографии конкурировать? Говорят, там уже миллиарды фотографий и видео, что твои там даже тысячу и десять тысяч фоток не заметят. Конкурировать, возможно, везде, всюду. И если ты уверен в себе, влезать абсолютно в любую сферу и там быть успешным и крутым. Поэтому сегодня об этом тоже поговорим. Понятненько. А техническую часть рассматривать будем? В смысле фотоаппарат и технику? Минимальный набор техники. Обязательно. Да, ну это очень простая топик, он буквально пять минут займет. Все остальное более творческое, более личное, более такое внутреннее. Мотивация, короче говоря. И как войти, пройти там экзамен какой-то, да, в стоке есть? Да, обязательно поговорим об этом тоже. А, как? Отлично, очень интересненько. Подготовил, кто пришел молодец, кто не пришел, тот не молодец. Кто вообще что-нибудь знает, кто-нибудь знаком, какие опыты, у кого-нибудь есть стоковые партнереры? У меня там 30 долларов. Короче говоря, первый раз зарегистрировался на столько, года три назад, и как большинство из вас, слышал, алло, привет. Слышал что-то очень урывками все это, и, естественно, не воспринимал серьезно. Вот. Мне друг подсказал, говорит, слушай, короче говоря, такая тема, есть стоки. И, чтобы попасть на этот сток, он даже не объяснял, что это, нужно сдать экзамен, 10 фотографий. И, типа, это будет, как бы, проверка того, насколько ты профессионал, насколько ты качественно снимаешь. Потому что экзамен достаточно жесткий, и ты можешь понять, твои фотографии качественные, которые ты сделал или нет. Я подумал, прикольно, типа, проверю, насколько я хорош фотография. Там, значит, экзамен раньше был достаточно жесткий на Shutterstock, он мне Shutterstock дал. И надо было загрузить 10 фотографий, и, значит, там комиссия какая-то, как эти, редакторы, кто, в общем, инспектора, да, который проверяет. Если, значит, из 10 фотографий не попало 3, то тебя уже, как бы, говорили, чувак, ты пока не профессионал, ты фигово снимаешь некачественно. Давай-ка ты попробуешь, там, через месяц или через 2 месяца еще раз поучись и приходи. Если меньше 3, ну, то есть, если 10 фотографий приняли, 9 фотографий приняли, там, одну-две не приняли, они тебя пропускали, и ты мог уже, ну, дальше грузить фотографии и зарабатывать на этом. Пожалуйста. Да. А какой основной критерий при отборе? Техническое качество фотографии. Резкость, отсутствие шума, отсутствие хроматических операций, композиция. Ну, то есть, композиционное, это уже, понятно, что все это субъективно зависит от инспектора. Но, как бы, композиционное, если у вас правильное, красивое, ничего лишнего, то есть, ну, уже считается, что... А художественное, понятно, это достаточно субъективная штука, поэтому... Вот, я загрузил эти фотографии 10, через неделю мне пришел ответ, что добро пожаловать, 9 из 10 фотографий у вас приняли по качеству, да, и вы молодец, вы можете теперь загружать фотографии и зарабатывать на этом деньги. Все, я успокоился, я порадовался, с утра кофе сидел, пил, что я молодец, что я качественно, да, загружаю. И, в общем, я забыл про стоковую фотографию еще года на полтора. Да, и я работал дальше свадьбами, занимался, и мне периодически на почту приходили какие-то письма странные от Шаттерстока, там, что-то там, подписка, что-то, ну, я, как бы, не вникал, и меня запалило со временем, я поставил их спам, и они уходили в спам, я не читал. Это Шаттерсток, да, жесткий ты. Да, ну, я, как бы, я зарегистрировался только на одном стоке. Я воспринимал, ну, вот, воспринял так, да, как баловство какое-то, я не думал, что там что-то можно зарабатывать, что-то делать. И, значит, тут очень важно во всем этом мотивация и ваш настрой, потому что это определенный вид фотографий с определенными паравилами, законами, которые тоже нужно со временем понять, и, как бы, тогда только начнется какая-то серьезная работа. Я это вообще никак не воспринимал. Второй толчок, вот такой серьезный, у меня произошел после того, как мы делали достаточно большие мастер-классы в том году, достаточно дорогие и много, ну, то есть упор делали на это, интересно было. И к нам постоянно из мастер-класса, мастер-класс приходила одна и та же девочка, да, допустим, мы в Адыгее ездили с московским фотографом, мастер-класс давали, там в районе что-то 30 тысяч он стоил. А потом по флористике Лера делала, тоже недешевые мастер-классы, такие большие серьезные. Я все время приходила, приходила. Я думаю, блин, что это какой-то мажор, надо расспросить вообще, как... Ну, она фотограф. Вот, я как-то с ней разговаривался, говорю, а что, как, откуда деньги, как ты вообще, время, да, на нашем выпуске. Нет, я, короче говоря, стоками занимаюсь, вот. И тут очень важно, знаете, вот такие штуки не пропустить мимо себя, а начать дальше расспрашивать, вникнуть, попытаться, да, когда у нас в чате таки много говорят, да, он херовый фотограф, не вникает, да, в процесс, вот, или там что-то такое. Нужно попытаться копнуть глубже. Я вот зацепился и говорю, слушай, а расскажи, чего, как, да, пока время было, мы там стояли на кофе-брейке, пили чай. Она говорит, ну, вот у меня там 10 тысяч портфолио, я там зарабатываю больше 100 тысяч рублей в месяц. Тра-та-та, тра-та-та, я такой думаю, ммм. Ну, то есть, это уже было не так, да, я там зарегистрировался сам, кто-то чего-то, непонятно как, а вот передо мной реальный человек с реальными суммами, с реальными делами. Она говорит, я там каждый день что-то снимаю, выкладываю я это сама, вот, семью фотографирую, мужа, отпуски, короче говоря, вот, я, говорит, уже около лет 7-8 занимаюсь, столько, это вот основной мой заработок. И я такой думаю, вот, блин, ну, короче говоря, что-то я не тем занимаюсь, свадьбы, эти публикации, надо попробовать. И я, короче говоря, думаю, дай-ка проверю, у меня же вроде был когда-то, я там регистрировался, аккаунт у меня был, да. И я зашел, восстановил пароль, уже все забыл, и там аккаунт состоит от контрибьютора, ну, там поля всякие разные, и я смотрю, в правом верхнем углу, у меня 110 долларов висит. Я такой думаю, блин, да, наверное, знаете, как будто тебе казино-вулкан, где-то, когда ты первый раз 100 долларов дырешь, ты их потом можешь тратить. Думаю, что-то какая-то хрень. Вот. Потом покопался, покопался, почитал, что люди говорят, непонятно ничего, как первый раз, да, сталкиваешься с этой программой. Оказалось, что у меня с этих 10 фотографий, которые я загрузил там полтора-два года назад, накапало 110 долларов. Вот. И вот как раз вот это явилось таким основным мотивационным толчком заняться и попытаться разобраться в этой тематике непонятной, да, про которую, как бы, все фотографы думают, что это, ну, какая-то фигня, которая, ну, не стоит времени, да, не стоит того, чтобы ей заниматься, и, ну, непонятно, что все этим занимаются, типа, как сетевой бизнес какой-то, ну, короче говоря, серьезно, это не воспринимает большинство людей. Как-то потом наличиваешь. До этого дойдем. А можно показать эти 10 фоток? 10 фоток, а есть возможность показать? Да, я сейчас открою, я прямо начало портфеля открою, или самые первые там висят. Причем, я вам больше скажу, принесли не 10 фоток, принесла 100 долларов одна фотография, а остальные 9 принесли еще 10 долларов. Да. Ну, подальше. Да, про это поговорим дальше. Может быть, если бы она не принесла за полтора года денег, я бы не стал бы дальше заниматься. Но это вот все мотивация, да, как бы, я результат увидел и стал этим заниматься. Я почитал, что сколько зарабатывает, как это все происходит. Одновременно я стал еще не сам это делать, а вот со Стасом. Стас, привет, здесь сегодня. Четко помню момент, когда я начал активно туда грузить, это было в январе прошлого года. То есть я год и еще там 3 месяца, да, занимаюсь. Сейчас это мой не основной заработок, как вы понимаете. Я также продолжаю заниматься там репортажной, коммерцией. А стоки мы сейчас попутно развиваем в свободное, вот, работа в Рим. Начал я с того, что, в принципе, и продолжаю, с того, что я сел, перелопатил свой свадебный репортажный архив. Вот, и я поэтому вам и рассказываю, что вряд ли кто-то сейчас бросит свадьбу, бросит все свои заработки, да, и начнет заниматься стоковой фотографией. Да, это и нереально, потому что в стоковую фотографию приходят именно те, у кого есть какой-то объем фотографий достаточно качественный, которые не могут, не отрываясь от основной работы, загрузить и дальше понять, насколько пойдет, насколько им интересно. Потому что интересы, я понимаю, всех разные, кому-то это вообще не будет интересно, кому-то покажется, что это примитивная фотография. Но это, поверьте мне, далеко не так. Но такой крутой момент, что можно с большинством из ваших портфолио начать зарабатывать деньги на то, что у вас лежало мертвым грузом на жесткий диск. На данный момент, что у меня происходит? Фотографии, которые я лью на сток и которые, может быть, кто-то открывал в моем портфолио, да, это все еще фотографии идут из моего архива. То есть там нет еще фотографии, которые я уже сейчас специально снимаю под сток. Я перелопатил архив, сначала я брал из архива по принципу, мне кажется, что вот эта фотография, ну, стоковая, да, потому что я залез, посмотрел там топовые стоковые фотографии и думал, что вот, кажется, это стоковая, мне кажется, что она будет продаваться, да. По такому принципу я перелопатил свой архив за 3-4 года и стал выгружать. Когда фотографии стали продаваться, у меня уже немножко стоковое мышление появилось, я понял, какие принципы работают, какие фотографии, да, какие нет. Я залез еще раз в свой архив, я где-то месяц на это убил, я уже выбирал по принципу, тут нет логотипов, тут нет лиц, значит, это пойдет. Тут, да, то есть все подряд я уже выгреб, и, ну, вот у меня сейчас я насчитал, где-то около 5 тысяч фотографий, ну, подходят, потому что я снимал очень много, очень часто, 5 тысяч фотографий подходят на то, чтобы их залить на стоки. А сколько тоже залезаешь? 1400 за год. То есть это набор вперед, где только работы с архивом. Да, год он стал. Чуть больше. А там на 400, да? Сейчас расскажу. А? На некоторые стоки, да, на некоторые нет. На шатер-сток нет. Они отключили его уже несколько лет назад. То есть мы занимались, еще раз повторяюсь, свободное от работы время, я фотографии подготавливал, обрабатывал, удалял логотипы, ну, короче, готовил их к загрузке. Жена у меня сидела, давала МК-ворк, тегировала. Вот, на данный момент что у меня получается? Я сейчас уже дошел до того, что я бью свой график в месяц так, что у меня есть выделенное время конкретно для съемки под стоки. То есть вначале вы выбираете просто из того, что у вас есть из архива, потом вы уже, когда начинаете грузить и заниматься стоками, вы едете там на свадьбу или на какую-то еще съемку. В смысле, что я поснимаю не только, да, заказчику, но еще какие-то моменты я подсниму на сток. Вот, то есть уже у вас частичная переориентация мышления происходит такая. Вот, и дальше уже происходит, когда уже начинаются суммы какие-то б***ь, которые можно там вывести раз в месяц и что-то на них купить. Вот у меня уже третье станет, когда вы снимаете не для заказчика, а конкретно для себя под сток. Вот, ну все эти фотографии, которые видите, ну видели в портфолио, это все еще архив, и мне еще с архивом как минимум год работать. А потом я уже только начну выгружать то, что у меня есть сейчас. Миф такой, что это пенсия, вы там поработаете 10 лет, загрузите 10 тысяч фотографий, потом с пенсии можете ничего не делать. Не будет такого именно с помощью вот этих алгоритмов. Сейчас база растет как на дрожжах, и вот из публичной презентации Shutterstock в 2015 году 75 миллионов долларов заработали авторы за год. Продается все, что угодно. Вы можете, другое дело, что есть более-менее стоковые тематики, да, которые востребованы, есть не стоковые тематики. Вариантов столько много, что вы даже не представляете, пока не залезете, не начнете там случайно натыкаться на всякие такие штуки у людей по-настоящему. Но плюс в том, что если вы интроверт, если вы не любите общаться с людьми, если вы ненавидите заказчиков, которые там вам маски делают постоянно, да, обработай мне нос, уменьши мне бедра или еще что-то, если вы не любите тратить время и силы на рекламу, вот это все за вас делает Shutterstock, да, любой сток, он выступает, скажем так, вашим менеджерам. То есть вы никак не пересекаетесь с клиентом, не общаетесь с ним, всю рекламу и все продажи Shutterstock берет на себя, то есть вы фактически только занимаетесь тем, что вы любите и умеете. Фотографируете и выкладываете эти фотографии на стол. Сейчас тенденция такова, что лучше всего пользуется спросом фотография с естественным правильным балансом белого, естественным цветом, естественной натуральной и постановочной эмоцией. Однако, если вы зайдете на Shutterstock и начнете копать дальше, то вы увидите, что много авторов выкладывают фотографию с естественным цветом и потом через время эту же фотографию делают светокором и выкладывают, снова продают. Это уже нюансы и мелочи работы со стоками, как зарабатывать, скажем так, на 7 миллиардов фотографий. А как стоимость устанавливать? Никак, устанавливать стоимость сам сток. А зависит стоимость от тематики? Нет, только зависит от вида лицензии. И от того, покупает ли он ее по подписке, и на... Получается, фотография на какой-нибудь там Мазерате может стоить так же, как фотография там Листика, да? Без разницы, да. Но другое дело, что Мазерате, скорее всего, тебе не разрешат. Автор, это авторское право. Он может запустить фотографию Мазерате с определенным там брифом? Да, это называется... Это называется editorial лицензии, об этом поговорим дальше. Есть в контрибьютор Dashboard карта, и там ежедневные покупки показаны точками на карте мира, где купили. Это скорее как волосство, просто приятное, что о, мою фотку сегодня в США купили. Или там в Бразилии, или еще там. Да, у меня на практике, когда там уже много фотографий, у меня вся карта, вот тыка на булавочку, где купили. Основные производители фотографий – это Россия, Беларусь, Украина и страны Азии. Сверху? Да. То есть русские, украинцы, поляки – это основной производитель шаттерстока. Никогда не покупает. Страны Азии – это, видимо, те же русские и украинцы, которые уехали работать на больнике и в Таиланд. Основные покупатели – это страны с очень развитой экономикой и с жесткими правами на США, Европа. Да, там, где очень много производств, это все развито, и людям проще официально купить за доллар картинку, для них этот доллар ничего не значит, и использовать ее. На практике, вот сколько смотрел я на эту карту, один или два раза за полтора года и видел, что у меня что-то из России. У меня вчера в Ростове жалилось. Да? В Ростов, видимо. Нет, так, что вы другие. В Грузии, в Грузии. Вот, то есть, вот так вот. Основной контент производят русскоязычные люди. Почему? Все очевидно. Заработок идет в долларах, мы на этом заработок можем жить. И жить достаточно неплохо в России или в Азии. В Америке практически никто не занимается этим. Почему? Есть, ну мало. Почему? Потому что, во-первых, для них доллар – это ничего не значит, это для них мизерная сумма. Во-вторых, потому что законодательство США таково, что еще снимают с них процент налогов. Достаточно большой. А вы скажете, сколько вы делаете налогов? Я не имею права точной суммы оглашать, но я вам скажу пример. Потому что Шатерсток, у всех авторов соглашение, что он не имеет права афишировать точные суммы под страхом закрытия процесса. Для description 200 символов, для тегов 50 максимум. 50 тегов. Я советую все 50 использовать. Вот. Естественно, вручную это делать нереально. Есть программки, которые вам там... Девушка шьет, сидит какое-нибудь лоскутное одеяло, то пишите там, девушка, одеяло, лоскутное, шитье, перечисляйте инструменты, которые в кадре есть, и они идентифицируются. Ножницы, иголка, если она иголкой шьет, да? Даньяк там, да. А потом уже можете там... Жестко на кровати. А потом уже, короче, берете опосредованные слова. То есть это может быть и швея, это может быть и дизайнер, это может быть хобби. То есть там много можно чего придумать. Обязательно, только на английском. Обязательно, только на английском, потому что вся аудитория англоязычная, на русском не будет никто. А когда человек приходит покупать, там как бы, как система, есть популярная или общая? Есть популярная, есть новая. А, вот так вот. Да, и... А уже с этим связано то, как вам надо грузить, какой периодичностью и какими партиями. Я сейчас про это тоже расскажу, это важно. Не все про это знают. Класс истоковый. Вам будет говорить, чувак, заходи, там типа заработаешь себе на старость. Это такое вложение в старость. Это Галаганов, бля. У него первая. Пенсия. Пенсия, это херня, ребят. Не бывает, где таких плюсов и прям, что и все. Да, золотая штука, которая вам панацея от всех бед. Нет, это, к сожалению, не так. Но есть свои плюсы, есть свои минусы у стоковой работы. Дело в том, что когда кто-то говорит, что вы сейчас 5 лет поработаете, набьете 10 тысяч портфолио, и потом в старости можете на Канарах отдыхать, не будет такого. Почему? Потому что стоки работают по принципу паровоза. То есть, есть топка, в которую вы активно работаете, накидываете угля много-много-много. Сначала вы активно работаете, практически ничего не получаете. Вы кидаете этот уголь, кидаете, кидаете, кидаете. Потом вы как накидали этот уголь, он начинает перерабатываться, давать давление, давать энергию. Поезд движется вперед. То есть он медленно раскачивается, потом все быстрее, быстрее, быстрее ускоряется. Но как только вы на длительное время перестаете кидать уголь в эту топку, поезд начинает замедляться. То есть если вы фактически, да, вы можете делать большие перерывы, месяц, два, вообще не брать стоки, у вас будут они продаваться и будут неплохо продаваться. Но уже есть реальные отзывы от реальных людей, которые там 3-5 лет не занимаются стоковой фотографией, вообще никак не обновляются вот так в поле, у них этот поезд замедляется, 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 и фактически через 5-7 лет ваше портфолио будет вам приносить вообще копейки. Вы снимаете то, что вы хотите, то, что вам нравится, то, что для вас потенциально кажется, что это принесет прибыль. А принесет ли оно прибыль или нет, уже покажет как бы сток. Потому что есть фотографии, которые вот я думаю, все супер, это будет просто, я золочусь, горы бабла, уже карман, одел штаны с большими карманами. А короче говоря, нифига не покупается. Вот надо сидеть анализировать. Бывают кадры, которые выстреливают неожиданно для тебя самого, не зависит от того, сколько ты в них вложил денег. Просто мне прикольно, если кто-то по моим рефералкам заинвестируется, ну спасибо, скажете таким образом. Нет? Нет. Жалко номер карточки Сбера. Молодец. Да, жалко номер карточки Сбера. Я заинвестил, я создал группу, просто прикольно, если в Ростове какое-то такое сообщество стокерское появится, можно обменяться идеями, реквизитом. Ссылку, 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 ссылку. Пуским рабочую сегодня после встречи. Она условно бесплатна. Что это значит? Это значит, что бесплатно пользуясь ей, вы можете в месяц загружать на все стоки 3 фотографии. Мало, короче. Фермер. Да, это фермер. Да, если больше она стоит денег, я плачу без проблем за нее, потому что я гружу на 16 стоков. Двумя стоками я оплачиваю, скажем так, ее остальные мне принадлежат. Она на разовую пользу или там прям каждый месяц? Каждый месяц. И количество, количество загружает. Другая расставит. Начиная от 3 евро и заканчивая 40 евро, если они лимиты. Она очень автоматизирует процесс. Если вы руками это на один сток максимум сможете лить там 10 фоток, если вы дегируете, ну ей я лью там сразу на 16 стоков и с помощью нее дегирую и называю фотографии. Очень удобная пытающаяся. Самый главный вопрос. Покрываешь ли ты ипотеку зарабатываешь? Сейчас покрываю уже кредит на машину. Спокойно. Какая машина? Такая фотография для стока продастся, нет? А возможно, там. Мы все покрасили. Не видно. Не будет видно губка. Тома, ты будешь стоковым фотографом? Да, я это сделаю на декрете. Да, я выйду в декрет и начну снимать для стоков. Удачки. Всем привет. Была очень крутая лекция, на самом деле. Раньше не слышал про стоковую фотографию. Дима очень подробно рассказал про все нюансы, про все особенности стоковой фотографии. И думаю, в дальнейшем принять это для себя как новый способ заработать дополнительный. Когда будешь пробовать? Пробовать? Скорее всего, на следующей неделе, когда разгребу съемочки чуть-чуть. Ух ты. Да. Скажи, пожалуйста, ты будешь заниматься стоковой фотографией? Да. Будешь, да? Конечно. Когда начнешь? Ну, в самом деле, я уже начал. Когда? Ну, после лекции Галаганов я расписал немножко план, начал строить себе пирамидку, что зачем нужно делать. Сегодня пришел, кое-что еще новенькое расслышал. Ну, как, не новенькое, но просто немножко. Ну, экзамен он там прошел? Нет, я еще не, нет. Я еще, я сейчас начал работу в плане подготовки полностью. Я полез в свои архивы, начал смотреть, что у меня есть, в какой стиле я хочу выкладывать фотографии. Я понял, главное, что в стоке, что вот, желательно наметить цель и наметить, как бы, диапазон, то есть, тематику выбрать. Спасибо. Друзья мои, я вас сейчас укушу. Садись.